Добрый вечер! Добрый вечер! Мы об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Александром Сосницким, Евгением Ворониным и Ильей Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну, мне бы не хотелось говорить о том, что буквально еще две, а то может быть и три передачи назад я говорил о том, что английские команды сыграют в финале Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Кстати говоря, я посмотрел мою любимую статистику, такого еще не было никогда, когда четыре команды из одной страны играли в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы. Соответственно, друзья мои, ну, как вам Лига Чемпионов, как вам те матчи, которые мы увидели? Но прежде чем мы их начнем обсуждать, давайте все-таки еще раз вспомним результаты этих матчей, как они закончились и какой счет был зафиксирован. Аякс, который мы так полюбили за, наверное, вот эту весеннюю часть Лиги Чемпионов, проиграл на своем поле Тоттенхэму. И Ливерпуль в Барселоне проиграл 4-0. Друзья мои, давайте напомним, что Барселона победила Ливерпуль у себя дома 3-0, Аякс победил на поле Тоттенхэма 1-0, после первого периода ввел 2-0, все в руках Аякса и что-то не сложилось. Сереж, на твой взгляд, ты болел за, а, нет, ты не болел за Аякс, ты за Тоттенхэм, давайте, да, вы за Аякс, давайте все-таки поговорим за Аякс. Почему? Ну, ребят, ну, все было в руках. Ты знаешь, ну, действительно, все играли великолепно, мне понравилось, как играли обе команды, да, ну, естественно, я симпатизировал Аяксу, я до предыдущей передачи говорил об этом. Ты знаешь, это, ну, какое-то, наверное, невезение, мне кажется, вот прям вот дикое невезение. Какое невезение? Два мяча забили. Нет, нет, именно, нет, вели 2-0, именно то, что забивается на последних секундах, не знаю, что это, может быть, расслабленность, может, из-за того, что коллектив молодой, еще и такой. Ты видел, как Аякс в перерыве матча, между первым и вторым таймом, выходит Аякс, как вышел Тоттенхэм и как выходит Аякс. Они чуть ли не с кофе, с сигарами, там, танцуются, такие довольные, 2-0 видео. Ну, это, нет, понимаешь, это так же Барселона вышла, 3-0, да, абсолютно, абсолютно так же Барселона выходила. Сначала, когда Барселона, ну, это мы будем разговаривать, да, но все равно здесь есть такой мосточек. Сначала 1 гол забили, да, Барселона пропустила, ну, ничего, забьем, там еще 2, ну, ничего, мы еще 3, уже стало серьезно, вот как нокаут с Уфой, да, когда нам 1, все, мы поплыли, здесь уже 3, когда счет стал уже 3-0, уже Барселона забеспокоилась, а не могли забить никак, и здесь вот Ливерпуль молодец. Илья, какие слова можно найти, чтобы использовать их вместо платка, чтобы тереть слезы болельщикам Локомотива, ой, Локомотив, Аякса. Знаешь, Олег, полфинала был такой привет миру больших денег, потому что Аякс одна из самых низкобюджетных команд из всех больших клубов, но Тоттенхэм, даже тут Аякс переплюнул, тут увидел интересную статистику, знаете, какой бюджет в Англию Тоттенхэма? Представьте себе какой-нибудь. Ну, не знаю, порядка 150 фунтов. 14 место по бюджету среди команд премьер-лиги у Тоттенхэма. Ну, 14, да, но место по бюджету, по деньгам. Да, 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 то есть 14 команд Англии играет в главном турнире мира, вот это будет как оправдание Аяксу. Аяксу, ну, может быть, такая-то сказка должна была закончиться, вот она и закончилась, а для Аякса она продолжилась, для Тоттенхэма она продолжилась. Сереж, Тоттенхэм, я тоже за них в какой-то степени переживал, потому что мне всегда интересно что-то новое, да, а мы говорили еще тогда, когда сформировались пары, еще четверть финала, мы говорили, что даже в четверть финале все команды выигрывали Лигу чемпионов, да? Кроме Тоттенхэма. И вот почему мне и, ну, не знаю, понравилось, да, переживать за эту команду, потому что мне очень хочется, чтобы Тоттенхэм выиграл Лигу чемпионов, и я за них буду болеть и переживать, потому что это будет... Болельщики сидели, говорили, что Аякс безоговорочно выиграет, там, болельщик Локомотива утверждал, я говорю, что подождите, ребят, потому что вы посмотрите на Тоттенхэм, Тоттенхэм, я говорил, что в Англии это самая... Это команда, которая больше всех выигрывает на выезде, и надо быть аккуратнее, да, и, во-вторых, Тоттенхэм показал такой характер, если кто смотрел матч, там, к 30-й минуте два игрока хромали вообще, и они доиграли до конца матча, то есть у них и травмы были, у них не играло несколько ведущих игроков, то есть, ну, все было против Тоттенхэма, и Тоттенхэм, я мне напомнил, знаешь, кого, этих канадцев времен 70-х, 80-х годов, которые там могут при счете, там, 5-0, да, остается минута, они будут биться, снимать вратаря, но до последнего будут надеяться на победу, здесь Тоттенхэм действительно надеялся, и, знаешь, когда вот счет уже был устраивающий Аякс, 2-2, оставалась там одна минута, там, они проиграли угловой, да, потом, значит, мяч оказался у Тоттенхэма, остается там несколько секунд, и они атакуют, и тут посмотрел на того, там, одна секунда за них хватило, буквально, там, 4-49-5 минут добавили, 4-49, забили, да, или 49, забили, они мяч, ну, у меня, конечно, я даже еле уснул, так переживал ранее, действительно, ну, я, действительно, я еще 70-х годов, мне почему-то так приглянулась эта команда, вот, вот, и ты, молодцы, молодцы, и еще, в финале будешь болеть за АТО, естественно, потому что, как ты правильно сказал, что, она, эта команда, я говорил уже на прошлой передаче, немножко похожа на Динамо, она близко где-то, вот, не может ничего выиграть, мы и фильм вспоминали, да, все уже сейчас начали это публиковать, кстати, вот, Фильм смотреть благодаря этому, да, пускай фильм посмотрим. Это мое тяжело им будет выиграть, Ливерпуль, а если вы брать статистику, Тоттенхэм две игры, ну, чемпионат Янглии, они проиграли, ребят, и... Финал Лиги Чемпионов, статистика всегда была, вот, только шел Тоттенхэм, во всех матчах статистика была против Тоттенхэма, и он поднимался, поднимался, поднимался. Хорошо, 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 Барселона, Барселона 3-0 выиграла дома, кто-нибудь надеялся, что Барселона не пройдет? Я? Я тоже надеялся. Не, ну, мы надеялись, да, не, ну, так вот, вообще, все прогнозы были, в основном, ну, Олег, скажи честно, 90% все говорили, что Барселона... Евгений, Евгений сказал, друзья мои, Евгений сказал на прошлой передаче, что Барселона выиграла 3-0, что Барселона пройдет дальше, и вообще, что Барселона выиграет Лигу Чемпионов. А потому что думал, что Месси один забьет, понимаешь, хотя бы, да, понимаешь, хотя бы один, да, нет, ну, понимаешь, все думали, все думали, что Месси забьет, потому что вся команда играет на него, а вот не его, вернее, это день был не Месси. Английского футбола был. Это тогда год английского футбола. Это год английского футбола. А ты, может быть, тогда тенденция складывалась такая, если взять вот эти пары, что вышли в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы, да, английские же вышли, да? Это говорит о том, что правят сейчас и в Европе английские. А ты посмотри, английский чемпионат, все борются прям до последней секунды, до последней. Вот все раздалось, все разошлись. Я думаю, вот в Испании, в Италии, глядя, там, ну, если команда имеет преимущество в завывании чемпионства, там, 30 очков разница, то, понимаешь. Не, ну, были периоды, если историю взять, были периоды гегемонии итальянских клубов, потом испанских клубов, теперь пришла опять... Немецких клубов? Да, не забудем Бавария, когда там... С Ливерпуля, я не помню, как игрок, фамилия, он, ну, в этом газете писали, что Месси, да, он привык, что его там в своем чемпионате, его никто не трогает. Он трогает, вообще его не трогает. А здесь, здесь, получил, то есть, жесткую игру, то есть, с ним играли жестко, все, он ничего не смог показать. Ну, что, первый раз играл? Получается, да. Да ладно. Ну, как, что, ладно, ну, что, ладно, его никто не трогает, что, его никто не трогал. Саша, это называется шапка закидательства, это называется, в простонародье. Все, Месси ушел. Они пришли, все, вот мы сейчас все сделаем, один, да, как-нибудь закатаем. Не закатали, не получилось. А давайте обсудим четвертый гол Ливерпуля. Четвертый гол Ливерпуля? Да. Что у нас? Когда вратарии, Суглавову, Суглавову, когда это, когда они все шли, обманулись. А, когда он вернулся, вообще, буря, 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 буря. Он сначала, вроде, подавать, ушел, вернулся. И все расслабились. Видно, у них наиграны, это комбинация. Ну, скорее всего. А помнишь, как раньше кто-то там подавал угловой, просто немножко так слегка мяч откатывал в сторону, он другой подходил, раз и навешивал. Все такие, и они так пару раз забивали, а потом судья сказал, типа, ты же не подал. Он говорит, ну, я-то мяч откатил. Он коснулся мяча, откатился, просто другой подходит и подает. И забивали такие мячи. Кстати говоря, я не помню, кто применил это первый раз. То ли мой любимый Казанский Рубин. Помните? Нет, это или Милан. Я имею ввиду, когда либо подают угловые, либо подают штрафные, когда все игроки прямо стоят. Это Рубин. Помните? Все прям встают, а там уж куда полетели. И сколько они забивали. В Вратарске. И помните, пару мячей у них залетало. А там даже от своих. Они последней мячей нет. Не используют почему-то. Хотя мне, честно говоря, такая тактика понравилась. И она реально действенная. Они забили несколько мячей. Саша, скажи, пожалуйста, ты поиграл на различных уровнях и в носорогах. Тем более поиграл. Ты знаешь, что такое настоящая борьба, настоящий футбол. А вообще те, кто прошел школу носорогов, это школа жизни, это школа футбола и так далее. Скажи, насколько трибуны, которые либо гонят, либо свистывают, либо еще какие-то действия совершают, заставляют соперника либо ошибаться, либо наоборот заставляют твою команду выкладываться до последней секунды. Я думаю, что выкладываться до последней секунды в этот живой пример и зенит ЦСКА. Ну, мы перейдем еще к этому матчу. Да, да, да. Мы сейчас о Лиге чемпионов. Именно то, что Тоттенхэма и Ливеркум забили на последних секундах. Тридцатитысячник Володарский гнал тебя? Гнал? Похребли же. Ну, конечно, оно совсем другое. Ну, я не знаю, как сказать, но внутри происходит, человек выкладывается вообще, то есть отдает все силы. Химия какая-то происходит. Да, происходит химия, можно сказать так, ты выдаешься, выкладываешься на все сто процентов. то есть народ в тебя верит, ты должен что-то показывать, что-то, ну, я не знаю, откуда берутся силы, что-то сделать, но... Хотел самому прям бежать во вратах. Да, да. Это на самом деле так оно и есть. Мы сейчас Лиге чемпионов, сразу перейдем в КФК. Да. Если помнишь матч с Лобней, там, в Лобне, когда играли, да, когда весь стадион, ну, пускай он небольшой, конечно, это не у Эмблии, да, но тем не менее, когда весь стадион гнал свою команду, они были на эмоциях, им очень хотелось победить, и тут забивает Пашка Лазин с центра поля бахнул. Так просто ударил, чисто вот, ну, дурачка. Наугад. Да, наугад. И так получилось, там, то ли ветер, то ли что, то есть мяч перед вратарем, раз, два, и все. И все, так все стали, ничего не могут понять, что произошло. Ни судья, ни игроки, то есть все вот так вот. И оставалось... И болельщики. Да, болельщики. Оставалось там 30 или сколько секунд там вообще, то есть... Ну, минуты, да, до конца. Все. Все. Один-один, нас этот счет устраивает. Все. Даже пенальти не успели поставить. Да. И там началось. Ну, раз. Ну, естественно, все радовались и было интересно. Ну, что ж, действительно, Лига чемпионов подошла к своему логическому завершению, но так же, как и были сыграны полуфинальные матчи Лиги Европы, где, в общем-то, тоже нам уже известны результаты. Итак, Лига Европы, полуфинал. Челси, Айнтрахт сыграли 1-1 и по пенальти, да, Челси вышел в финал. Ну, и Валенсия, Арсенал. Арсенал в двух матчах победил Валенсию. Хотя, в общем-то, да, мы все ждали, что Валенсия немножко получше сыграет в полуфинале. Жень, что можно сказать по полуфиналу Лиги Европы? Про Челси? Про Челси. Тем более, сейчас ты в кадре, да, сзади тебя висит шарф. Да, со стороны Челси, да. Мне действительно давно уже симпатизируют Челси в чемпионате Англии, не только этому клубу, скажем так. Ну, нравится мне еще, когда выступил Дмитрий Харин. Да, совершенно верно. Тогда и когда он еще перешел, а не когда Абрамович. Там поиграли Жирков. Нет, на самом деле я симпатизировал и было видно, что поинтереснее команда все-таки играет Челси, как мне показалось. Ну, действительно, на земле Германии, да, там все-таки Антракт дал бой. Понравилась мне игра. Игра равная была. Да, играла равная. Поэтому и пенальти. Удачно сыграл вратарь. Очень. Я смотрел как раз вот эту серию пенальти. Да, смотрел. Вратарь с Челси очень здорово. Он угадал. Хорошо сыграл. Здорово. Парень, который, помните, был случай, когда он не хотел меняться перед собой. Да, да, да. Второй раз угадал. Угадал, да. Как бы угадал не с заменой себя. Вообще в Лиге Европы осталась одна очень большая интрига. Сыграет ли Генрих Махитарян в финале Лиги Европы? Который пройдет в Баку. Да. И там получилась какая ситуация. Капитан Челси, он же не забил. Пенальти. Да, пенальти. То есть они проигрывали. И то есть вратарь два раза подряд он отбил. Потом все. Потом все. Ну естественно, а как? Для того вратари и не просто стоят в воротах, как некоторые говорят, кто там стоит в воротах, а играют в воротах. Тебе ли Александр это не знает. Мы говорим с вами про гегемонию английского футбола в этом году, но может быть стоит добавить, что не сколько английского футбола, сколько вектор мирового футбола переехал в Англию в этом году. Да. Потому что все новые идеи, все зарубежные тренеры самые сильные на сегодняшний день, они все работают в Англии. Ведь сами английские футболисты и английские тренеры, тренерские штабы не генерируют эти команды, которые попали в финал и другие команды, которые играют в чемпионате. Так что можно просто порадоваться, что сместился из Испании, а раньше из Италии, сейчас вот такая эпоха Англии в мире как бы большого мирового футбола. Не, ну мы вспомним, конечно, и Милан, мы вспомним Интер, которые были властелинами Лиги чемпионов, мы помним и Баварии, и Манчестеры, сколько раз Реалы, Барселоны. Это были идейные эпохи, которые вот сейчас так перешли равномерно в английскую эпоху. В свое время даже Бенфика три раза подряд брала Лигу чемпионов, а называлась Кубок чемпионов. Ну это было давно уже. Ну да, в подобных профильных тренеров. Интересная история. Когда нас еще не было. Они же почему после вообще не могут ничего выиграть, ни один кубок взять. Три раза они выигрывают Лигу Кубок чемпионов, и увольняют тренера. И тренер сказал, говорит, я вас прокляну, вы никогда не будете больше. И он уходит, и Бенфика теперь и покупает вроде не самый такой бедный клуб, и хорошие игроки, и воспитывает хороших игроков, но никак не может ничего выиграть. После того, как он рассказал это, ну сказал это, да, действительно Бенфика ничего не выиграл, там уже по-моему лет 50, наверное. То есть его проклятие до сих пор они снять не могут. Как на Динамо тоже самое, да. Ну это кто-то в 76-м году. В 76-м, когда уволили Сивидова, Динамо стали чемпионом последний раз в 76-м. А в 77-м они поехали, я быстренько расскажу. Кубок же выигрывали. Нет, кубки это не считается. Мы про чемпионат. Поехали они в турне по Северной Америке, в США поехали, и там главный тренер Сивидов встретился там с своим другом каким-то. Был такой человек, как Высоцкий поёт в штатском, который сказал, что так и так он встречался. И Сивидова по приезду в Москву его снимают с главного тренера, и вдова якобы, она потом рассказала, что пошла в церковь и провела команду, говорит, вы никогда больше не будет чемпионами. И теперь это просит ее, чтобы она сняла проклятие. Не раз мы уже говорили про церковь. Да, и что надо туда обязательно обращаться. Ну что ж, друзья мои, мы много говорили о Лиге чемпионов, Лиге Европы. Давайте посмотрим все-таки, какие пары у нас образовались и которые сыграют в самом главном европейском, а может быть даже в какой-то степени мировом турнире под названием Лига чемпионов. Итак, друзья мои, в Мадриде, если мне память не изменяет, в Испании пройдет финал Лиги чемпионов Тоттенхэм-Ливерпуль. Что ждем от этого матча? Победы Ливерпуля. Я жду Тоттенхэма победу. Так, уже 1-1. Хорошо. Нет, Тоттенхэма однозначно. Победа Тоттенхэма, но Ливерпуль, наверное, заслуживает победить. И Юрген Клопп, которому я очень симпатизирую. Очка не хватило до чемпионов. Согласен. Я знаю, почему вы за Тоттенхэм. Потому что команда послабее, а вам надо какую-то интрижку. Правильно? Нет. Почему? Команда послабее, которая вышла в финале Лиги чемпионов. Они ни разу не выигрывали Лигу чемпионов. Конечно. Ну, Аниверпуль выигрывал. Выигрывал, конечно. Три или пять? Ну, не меньше точно. Не меньше трех и не больше пяти. По пять Барселона и Реал выигрывали, мне кажется. Да. А эти три. Да, может быть. Может быть. Но я хотел бы еще также сказать о том, что... Помните, я когда говорил, что предсказываю, что четыре команды будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. На самом деле это никакой не сон мне приснился или там какие-то действия. Да. Греха таить. У меня теща увлекается очень футболом. И именно она мне подсказала, что именно четыре команды будут играть в Лиге чемпионов. Поэтому, если будете делать ставки, обязательно... Позвоните тещу. Она подскажет вам результаты. Будем поделиться. Ну и Лига Европы. Давайте посмотрим, кто у нас в финале играет. Челси, Арсенал. Да. И если мы посмотрим Тоттенхэм, Ливерпуль, Челси, Арсенал, на каких местах они находятся в английском чемпионате. Ливерпуль у нас получается второй. Арсенал у нас, по-моему, четвертый, да? Или шестой даже. Пятый... Тоттенхэм пятый, по-моему. Они четвертые? Нет. Тоттенхэм, по-моему, четвертый. Кто у нас на третьем месте? По-моему, Тоттенхэм и есть на третьем. На четвертом Челси. На четвертом Челси. На четвертом Челси. Вот это вот, скорее всего... Да, у них там по этим, да, по забитым... Представляете, да, все-таки, первые там, вторая, четвертая, пятая команды, да, играют в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. И это, ну, не знаю, как для развития футбола, но, вообще, как факт, как сложившиеся, да, статистические выкладки, очень даже интересно, тем более, учитывая, что этого никогда не было. Ну, что ж, друзья мои, о большом или о самом большом футболе мы с вами поговорили. Ну, а сейчас переходим к нашему, к родному, к любимому, многострадальному чемпионату России 28-й тур. И давайте сразу посмотрим результаты, которые у нас были зафиксированы. Итак, Оренбург-Урал 2-2, Динамо-Ростов 0-0, Анжи Арсенал, Арсенал не устает удивлять, уже даже в гостях побеждает, 0-1. Локомотив достаточно по счету, думается, что легко разобрался с Рубином, да, 4-0, но тот, кто смотрел этот матч, наверное, так не скажет. Енисей-Краснодар, ну, тут все, в общем-то, понятно, команда Краснодар в Лигу чемпионов рвется и не обыгрывает последнюю команду, ну, как это делал там ЦСКА, например, себе не может позволить. Ахмат Крылья Советов, хвалили мы поначалу Крылья Советов, но потом немножко подсдулись и сейчас находится в зоне стыковых матчей. Спартак-Уфа, второй матч подряд, Спартак забивает один мяч и этого достаточно для того, чтобы набрать три очка. Ну, и Зенит, который уже оформил чемпионство в матче, домашнем матче, где ему вручили этот кубок чемпиона России, взял и достаточно спокойно обыграл вялый и абсолютно неинтересный ЦСКА. Ну, ладно, ты уж. Да. Почему? По крайней мере, по этому матчу. Ты поруби. Ну, что, по первому тайму. Второй тайм, если посмотреть. Ну, второй тайм, да, мы сдулись, но первый мы смотрелись очень неплохо. Да потому, что Зенит не играл. Зенит не играл. Зенит, мне кажется, он за 10 минут на начало матча приехал. Ой, слушайте, мы же ЦСКА сегодня играем. Точно. Прямо из ПАБы, наверное, они выехали. Расскажите об этом чуть позже, Сереж. Первый матч, естественно, мы начинаем Динамо-Ростов. Да. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям. Счет 0-0. Я не знаю, ты 158 миллионов раз говорил о том, что Динамо самая команда по тому… Как это, господи? По невезению. По невезению, по нанесению ударов по воротам. В этом матче тоже 25… 25 ударов. Да, 25 ударов по воротам и 0-0. И Ростов-то, в общем-то, не выглядел непобедимым. Я специально поехал на этот матч. Думал, конечно, вырвался. Было время. Не, Сереж, ну что ты не ездишь. Не, ну почему? Не, ну лучше не ездить. Хороший матч, да, вроде как выходной день. Солнышко светило. Поехали с другом, там тоже тренер вратарей. Поехал… Мы с ним… Он комментировал мне подводить игру вратарей там. Вот. Но… Опять Динамо наступило на те же грабли, короче. Много ударов, много… Второй тайм практически вообще в атаках. Динамо прошел Ростов и не переходил особо поле. Но Ростову и не надо было, понимаешь? Матч интересный получился. Я когда состав увидел, понял, что Ростов сделал ставку на кубок. Вот. И… Карпин дал отдохнуть игрокам. Практически. Ну не всем, а часть игроков основы дал отдохнуть. Я так думаю. Хотя он написал, что у них травмы там. Что там один устал, другого ножка болит. Там еще что-то болит. Вот. И плюс еще в начале там Паршевлюк получил травму. Еще кто-то. У них два игрока получили травмы. И видно, Ростов понял, что особо ничего не светит. Они ушли в глухую оборону. А Динамо, как всегда, не смогли скрыть эту оборону. Но играли. Били. Но! Вот Саша как раз здесь. Я хочу похвалить хороший вратарь. Паршевлюк тоже неплохой вратарь. Писяков. Писяков, да. Спартаковец. Да. Партаковец ваш. Он, если кто смотрел, ты даже на резку можешь посмотреть. Отбивал, конечно, такие мячи. И в упор били. И, не знаю, там с угловых сколько раз били. И выходили. У вас тоже неплохой вратарь. Да. Но у Шунина в этом матче работы было очень мало. Хотя, если забегать вперед, и Писяков, и Шунин попали в список расширенной сборной. Опубликовали сегодня Черчесов. Там пять вратарей в этом списке. И кто там? И Шунин. Там Гильерма, Шунин, Писяков, почему-то Джанаев, не знаю почему. И Шунин. И Шунин. Что же он не хочет посмотреть краснодарского вратаря. Трофеев. Или как его может? Не. Знаете как? Не, не. Трофеев. Сафонову. Сафонову. Серега, ты знаешь, один из лучших футболистов за всю историю мирового футбола. Александр Киржаков спрашивает, у тебя Динамо бьет и будет бить? Да. Динамо бьет, но скорее всего уже... А забивать то будут? Вот вопрос. Вопрос то что, будут забивать либо... Матч следующий будет играть в Красноярске, а потом уже на обновленном стадионе 26 числа. С Арсеналом. И Динамо достаточно будет... А с кем Динамо будет играть? С Арсеналом. Ого. С Тульским, с Тульским. Не надо. Динамо достаточно будет победы с Енисеем, чтобы обеспечить себе... Ну уже да, обезопасить себя. Не то что обезопасить, а обеспечить. Почему? А сейчас Динамо ставит на три очка. Три очка впереди, вернее, крылышек. Но крылышек там по... Но у Крыльев. Игра со Спартаком. Нет, игра со Спартаком. Игра с ЦСКА у Крыльев. У нас с Крыльями одинаково. Мы 1-0 выиграли дома, проиграли 1-0 там. Но по победам крылышки нас опережают. Динамо много ничьих в этом году. Так что Крылья, Крылья. Но единственное, что... Вот я сейчас смотрю... Нет, если в одну выиграете, все. Ну да, да. Крылья точно не вылетит напрямую. Ну напрямую уже никто не вылетит. У них две игры. Уже две команды вылетели. Ну говорю, Анжи и Енисей. Они уже вылетели. Вот. А сейчас только идет борьба за Уфа, Крылья Советов, Динамо. Да, да, да. За стыки. У Крыльев очень серьезный такой концовочкой. Да и Уфа тоже не подойдет. Конечно, Спартак и ЦСКА. Да, да, да. Да. Ну ладно, ЦСКА непонятно проигрывать постоянно. А у Спартака они точно очки. Ну что ж, поживем, увидим. Тем более, ЦСКА играет дома, а Спартак играет в Самаре. Я думаю, что Динамо останется в премьер-лиге. Он стоит 100%. Да, и это не обсуждается. Давайте посмотрим, как закончился матч Локомотив-Рубин. Счет 4-0, и после этого матча, помните, да, когда я рассказывал, после 25-го тура Спартак потерял шанс, после 26-го ЦСКА потерял шансы. А вот после 28-го тура Локомотив обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов. Даже с третьего места, да? Да. Ну, выше третьего, он уже не опустится. К сожалению, не смог наш представитель Локомотива сегодня присутствовать, но я уверен, что он очень рад. И проделанная работа Юрия Павловича с Семиным не вызывает сомнений. Или как? Семинские победы. Ну, видно, что команда играет, видно, что команда бежит. А как весеннюю часть она прошла? Да, замечательно. Но мне просто удивляет состояние Рубина. Несколько Локомотив. Локомотив мы видели. А то, что Рубин оставляет удручающую ситуацию. Тем более, с Бердыевым, с тренером. Рубин состав сравни с Локомотивом. Ну, тренер тоже все решает. Некоторые товарищи говорят, что, допустим, в ЦСКА плохое трение. Ты матч посмотри. В Спартаке плохое трение. Понимаешь? Я не скажу. Там пенальти были, удаления были у Рубина. Понимаешь? Ну, да. Матч по счету 4-0. А не так вот, если посмотреть. Рубин нормально смотрелся. Неплохо. Вердыев свою гнул линию. Ну, мы как предполагали. Мы тоже драли. Друзья мои, помните, в Португалии мы тоже 7 пропустили. Когда было 7 ударов поворотом, и 7 мячей залетело. Ну, это бывает такое. А здесь 4 удара поворотом. А вспомните, сколько ударов Арсенал нанес с поворотом ЦСКА. Несчитанное количество. Даже не считали. Бросили считать. А счет 1-0. Сломался счетчик. А счет 1-0 пользуется ЦСКА. Ну что ж, давайте переходим к центральному матчу этого тура. Естественно, это матч Спартак-Уфа. Даже Александр порадовался, что этот матч назвали центральным матчем тура. Итак, Спартак-Уфа. Александр, поздравляю. Победили Уфу. Что, опять-таки, у себя дома не смог сделать ЦСКА. Пустячок, а приятно. Да. Это Александру вдвойне приятно. Пустячок, но приятно. Совершенно верно. Спасибо напомню. Я уже сказал о том, что Спартак и с Уралом 1-0. Где-то там бахнули и мяч залетел. С Уфой. Я не скажу, что был какой-то супер-пупер матч интересный для болельщиков прежде всего. Ну, 1-0, 3 очка. И теперь вы на четвертом месте и претендуете на попадание даже в Лигу чемпионов. Ну да, выше стоим в турнирной таблице. От ЦСКА на 1 очко. Да. Это радует. Да, игры нету, согласен. Игры в Спартаке нету, ничего нету. Я не знаю, почему там какие-то может в команде происходят интриги. Я не знаю, там с Длушаковым, непонятно какие-то. То его убирают с команды, то не убирают. Александр, а можно вопрос? А режиссер фильма «Тень исчезает в полдень» спрашивает, это «Сковорода» все-таки заговорила? Олег правильное слово сказал. Он сказал, что бахнул. Понимаешь, у Спартака есть кому бахнуть. У них есть в атаке… Бухнуть. Да. Люди, которые… А это тоже есть. Нет, они любят… Бухнуть. 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 Все на бухну. Нет, есть кому бахнуть, ты понимаешь это. У Динамо, допустим, опять же верну. Там некому забивать. А здесь есть человек, который может обеспечить результат при плохой игре. Вот действительно, игра была не лучше Спартака. Я смотрел весь матч, и Уфа имела моменты, и в конце Спартак вообще там хаос какой-то начался, они не могли пас точно отдать. Там постоянно теряли мяч, но уже заменили того игрока, который забил за Луиша. В принципе, видишь, есть человек, который забил. Он взял, и в матче предыдущем также с Уралом… У нас в принципе он взял. Фернандо ударил издалека, попал как классно в девятку, все. Результат обеспечен. А Урал ведь давил тогда всю игру и должен был забивать. Опять же, да. Если Спартак бы всю весну так играл, по 1-0 выигрывал, то бы уже… Я вам скажу, Спартак, который ведет 1-0, и потом его щемят команды, которые стоят на вылет, это, конечно, производит негладимые впечатления. Ну, непонятно, что там происходит. Внутри коллектива. Да, внутри коллектива. Мы там не находимся. Мы не знаем, мы только читаем газеты, СМИ. Да. Аудиозаписи. Да. Вроде тренер неплохой, состав неплохой. Но, видишь, что-то как-то… Но все-таки, мне кажется, состав у Спартака уж точно не на 5-6 позиции по именам, по всем остальным. Гораздо… Да. Гораздо выше. Поэтому удивительно, что Спартак с таким составом, со скрипом… А кто там играет в Спартаке? Вопрос по существу, а то все это около всякой интриги расследования. Вот ты как считаешь, вратари в Спартаке как соответствуют уровню Спартака все? Да, практически все. Максименко, допустим, Селихов, да? Селихов. Да. Мне больше всего нравится там Селихов. Селихов. Да, вот. Я просто как-то… Проблемы в последние годы, просто я тебя перебил, в последние годы у Спартака были такие проблемы с вратарями. Почему? Какая проблема? Кто только не стоял. Жанаев там… А потом они уходят… Жанаев там уже стоял… Они уходят, там феерят. Но в Спартаке почему-то они могли… Тот же Максименко даже от Рыкова. Помнишь гол в центре поля? Ну что, парень тоже расслабился? Ну и что? Ну все пропускают… Перехвали. Кенфеев тоже пропускал. Сколько, сколько. И на чемпионатах мирах центра пропускал. Не центра между руками. Дальше что? Всех бывает такое… И я же пропускал. Да. А сколько выручал он? Его молодого поставили, он выручал сколько? Ну они молодые, да, были. Все ребята молодые. Им по сколько там… Я не знаю… По двадцать, по двадцать… Вратарь там набирает опыта уже… Я не знаю… Но если он раскрывается позже… А то иногда, понимаешь, начинает вратарь стоять в шестнадцать лет, в семнадцать лет… Играть, играть. Извини. Свои слоны в заборах. Играть начинает с семнадцати лет. И уже к тридцати он уже немножко устает от этого футбола. Я знаю, куда ты клонишься. Да, да, да. К своему ортарю. Тридцати трём. Ну что ж, к сожалению, поговорить о самой игре… Причем тут… О самой игре Спартака, наверное, не представляется возможным, потому что последние две игры действительно говорить сложно о самой игре. Результат – да, шесть очков. Спартак на четвёртом месте претендует на Лигу чемпионов, хотя, наверное, и сложно это будет сделать. Переходим к матчу, который состоялся в Санкт-Петербурге. Зенит уже в ранге чемпиона России принимал команду ЦСКА. Щёт, как говорится, мы видим на табло и на своих экранах. И поэтому, Жень, сразу вопрос. Зенит, которому ничего больше в этой, по крайней мере, в этом чемпионате уже не надо. Что следующий матч, который он проведёт, он наверняка проведёт дублирующим составом. Этот мог бы, но выставил-то он основной состав. Основной состав выставил. Полный стадион. Мы, когда начинали передачу, ты спросил, да? Гонит ли, да, Сергей, там кто спросил, гонит ли стадион? Гонит. Гонит ли Миллер команду «Зенит»? Гонит. Гонит. Мы сейчас здесь начнём перечислять. Что гонит? «Дюков», кто там еще? «Беглов», там, мне кажется, это, «Зубков», там, мне кажется, все, кто имеет отношение к трубе. Игнал команду вперёд, включая судей. команды. Включаясь судей. Не надо. Опять судей. Стоп. Согласись, Сережа. Судей судили нормально. Сережа, ну согласись. Когда игрок Зенита сначала ударяет игрока в ногу нашего футболиста, а потом наступает на ногу нашему футболисту и дают в нашу штрафную. Ну, единичный случай. Не единичный. В это время вы вели 1-0. Да, это... Нет. Вы хотите поговорить о матче? Давайте мы поговорим о матче. СССР ведет 1-0. Дальше, дальше. Я не знаю, почему. Дальше не знаю, почему. Во второй части чемпионата, весеннюю часть, мы как только забиваем мяч, сразу начинаем отходить назад. Мы начинаем играть какой-то футбол не свой. Не аяксовский. То есть надо бы играть вперед, а мне кажется, что у нас в силу уже минуте на 70 заканчивается, если не раньше. Гораздо раньше заканчивается. То есть мы не можем играть постоянно в футбол. Не знаю, от кого зависит это. Может быть, от тренера. Может, от финс-тренера. Может, от той тактики, которую поставил тренер. Мне не нравится, какие замены делает тренер. Почему он выбрал Ахметова, который, скажем так, худо-бедно, но как-то цеплялся за мяч в центре поля. Наверное, наверное. Также и Биола он заменил из-за того, что тот на карточке висел и уже горячился. Не знаю, не знаю, ничего сказать по этому матчу. Набабкин не играл. Ну, Набабкин не основной, скажем так, наш нападающий. Не скажи. Набабкин с Реалом две игры отыграл. Ну и что? Да нет, нет. Ничего себе. Все. Игроки с Реалом. Я бы сейчас на морском песочке. Да, но я тебе хочу сказать, что все-таки, если первым, скажем так, и скажу еще в дальнейших передачах, наверное, все-таки, если, как мне кажется, первую часть чемпионата мы играли, и многие тренеры не знали, как с нами играть. Потому что молодая команда, кто что из себя представляет. А во второй части с нами стали играть, уже зная, что чего и предполагает каждый человек, каждый игрок команды. И, соответственно, замечательно закрыли Марио Фернандеса, который не смог ничего сделать, ни одной острой передачи. Да не смог ничего сделать. Против Барселоны каждый год играют. Барселоны не изучают. С теми командами проще играть, которые не в чемпионате России. Потому что тренеры, ну, посмотрели 2-3 записи, и все, они вызывают. У нас есть телефонный звонок. Давай. Давайте пообщаемся, да. Я, мне кажется, даже знаю, кто это. Добрый вечер. Девушки Сергеевич. Алло, здравствуйте. По своей красоте, по своей красоте, Зенит, Сыска, блестящий Зенит играл. Просто хорошо. Отлично. Комбинации. Все прочее. Я этот матч ставлю на второе место. Ну, а первый, конечно, Краснодар. Краснодар. Дар-дар-дар. Вот так вот. Спасибо. Спасибо большое за ваши эмоции, за то, что так переживаете за наш футбол. Я соглашусь, почему по красоте было, потому что исполнители в Зените, я уже написал в нашем чате, исполнители в Зените превосходят армейских исполнителей, молодых даже тех же. Пусть они талантливые ребята, может быть, но... Зенит играл легко, свободно, раскованно. Они вышли... Вспомните, во втором тайме они вышли, там, после 50-й минуты, они просто ЦСКА так задавили, что... И вздохнуть было невозможно. Вот так вот. Почему физически, да, ЦСКА по... Я не знаю, Сереж, я не знаю, то есть Динамо играли, тоже они начали сдавать. Обычно вот у нас весенняя часть, мы как эти... Наоборот. Наоборот бежали. Всегда. Вторые таймы у нас были намного сильнее, чем первые. А сейчас мы выкладываем все 10 минут, и все. Вот, кстати, локомотив, мы упоминали, локомотив вот по физическим, он за счет физики, смотри, вот он выдерживает все 90 минут. Все 90 минут. Я заметил, что локомотив не сдает. Спадов нет таких, как у некоторых. У него какой-то темпо-ритма такой своеобразный. У ЦСКА то 20, то 50, а у локомотива такой постоянный, там, 30-80. Мелочей не бывает. Может быть, тренер по физподготовке действительно хороший, такой профессиональный. Но с другой стороны, у нас... Я не знаю, кто у нас. У нас тренер уже Гран-Эро. У нас сколько? Я не знаю, как он их подвел так, что они в втором тайме все садятся. Я вот знаю. Друзья мои, не так много времени остается. Я прекрасно понимаю, что если бы не был решен вопрос чемпионства, то матч Зенит-ЦСКА, конечно, имел бы более другую, что ли, другую прессу, в конце концов. Хорошо бы решался бы в этом матче. Решался бы в этом матче. Тут вообще тогда было бы невероятно. Тогда Зенит победил бы со счетом 8-1, наверное, ЦСКА, потому что им в этот день удавалось все. Они летали на крыльях, после чего, естественно, получили Кубок чемпионов России. Ну и давайте посмотрим турнирную таблицу, потому что борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы идет нешуточная. Итак, Зенит-Локомотив обеспечили себе место в Лиге чемпионов. Единственное, нам надо будет понимать, только если оступится Локомотив, то Краснодар имеет шанс напрямую войти в Лигу чемпионов. Но ниже третьего места Локомотив уже не опустится, потому что остается сыграть всего лишь два тура. Спартак по итогам 28-го тура обошел ЦСКА и Арсенал, и теперь эти команды разделяют всего лишь одно очко, и последние два матча Арсеналу, конечно, тоже будет не сладко, потому что Арсенал, Арсеналу еще играть, если мне память не изменяет, с Динамо, и с Краснодаром, и с Краснодаром, поэтому тут шансы Спартака и ЦСКА чуть выше. Вторая часть турнирной таблицы смотрим, Енисей и Анжи окончательно вылетели из премьер-лиги, ну и Уфа, Крылья Советов и Динамо пока еще борются за то, чтобы не попасть в стыковые матчи. Ну и давайте сразу перейдем к 29-му туру и посмотрим, какие команды сыграют у нас в 29-м туре, что будет интересного. Уфа, Оренбург, ну скажем так, свои задачи будут решать команды, Уфе надо дома побеждать и уходить с 14-го места. ЦСКА Ахмат, если ЦСКА хочет играть в Лиге Европы, то им нужно Ахмат дома побеждать. Крылья Советов Спартак. Спартак играет на выезде в Самаре, у них добрые отношения с крыльями, но крыльям тоже очки нужны. Ну и Енисей, Динамо, и на мой взгляд главный матч тура это Арсенал-Краснодар. Арсенал-Краснодар, почему Арсеналу в Лигу Европы пробиваться надо, Краснодару в Лигу чемпионов. Друзья мои, что мы ждем от 29-го тура и что изменится после 29-го тура? Может быть ЦСКА выйдет на третью позицию? Не исключен сейфакт. Нет, исключен, потому что разница между ЦСКА и Краснодаром 5 очков. Какие прогнозы, Саша, на игру крылья Советов Спартак? Крылья Советов Спартак? Мне хотелось бы, чтобы Спартак выиграл. Так. Но будет ничья. Я думаю, 1-0. Спартак выиграет, делуешь, забьет. Не, я думаю, Спартак победит. Спартак выиграет со счетом 3-1. Друзья мои, 3-1 Спартак победит. Тёща сказал. Ну и Тёща тоже еще. Жень, ЦСКА сыграет? Ой, знаешь, уже мне как-то страшно прогнозируешь. Должно. Дома играет, Жень. Дома играет. Должны. Ну, дома. Дома мы играем хуже, чем... Дома играет, два забьют это 100%. Ну, дай бог. Не знаю, Олег, я ничего лучше не скажу. Хорошо. Илья, Арсенал-Краснодар. Ох, матч огонь. Дома Арсенал играет. Дома играет Арсенал, но победит Краснодар. Краснодар должен занять... Буду болеть, чтобы они заняли все-таки второе место. Согласен. Помним, обыграл ЦСКА, обыграл Спартак. Локомотив. И Локомотив. И с крутым счетом. На очереди Краснодар. Посмотрим. Ну, что ж, друзья мои, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. В следующий вторник в 2020 мы обсуждаем 29-й тур чемпионата России, а также Кубок России. И мы точно будем знать, кто сыграет в финале Кубка России. Ну, а пока болеем за своих. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok